Ага, уже понадобился Интерпол. Теперь о записях, которые вы изъяли у Донахи. Выснить было нетрудно. Пришлось, правда, разбудить чуть ли не половину банкиров и банковских кассиров нашего штата. Местное отделение Банка Америки. Закрыт четыре дня назад какой-то молодой длинноволосой блондинкой в темных очках с толстыми стеклами. Короче, с нормальным зрением и в парике. Вполне возможно. Некая миссис Джин Харт, проживающая на Кромвелл-Бридж 800. По этому адресу действительно проживает миссис Джин Харт, но ей уже за 70 и никакого счета в банке у нее нет. Банковский кассир не стал считать банкноты, просто протянул 10 тысяч перевязанной резинкой, которые Донахи разделил на 8 частей, чтобы вложить их в 8. «Нам нужны его отпечатки пальцев. Мы их раздобыли. Один из моих парней с помощью вашего друга, сержанта Паркера, который, похоже, так же, как и вы терпеть не может Донахи, залезли к нему в кабинет и сняли отпечатки пальцев. Было часа три утра. Работой впрямь было по горло. Я тут ни при чем. Все время сидел здесь и отвечал на телефонные звонки. Но под моим началом 14 человек на самом деле всю ночь работали напропалую. «Короче, на банкнотах мы нашли чудесные пальчики, принадлежащие Донахю. Что самое интересное, у нас есть... ...хозяина. Что-нибудь выяснилось по поводу его пистолета? Ничего. Нигде не зарегистрирован, но сам по себе данный факт не вызывает подозрений. Судьям все время угрожают. Кстати, он им давно не пользовался. В стволе обнаружена пыль. Глушитель, наверное, свидетельствует о том, что это за человек, но нельзя же его повесить на этом основании. У ФБР есть на него дело? Все еще не хотите показать мне его? «На данный момент не хочу. Ничего хорошего в нем нет, но и плохого тоже. Связи с преступниками...» Имеющийся список его телефонных звонков подтверждает это. Судя по списку, он знаком с главой городского совета в штате и чуть ли не с каждым политиком. «А вы говорите, что никаких связей с преступниками не установлено. Что еще?» «И мы, и полиция не удовлетворены некоторыми приговорами, которые он вынес за последние годы». Дан посмотрел в лежащий перед ним документ. «Враги так называемых «дружков» получили незаслуженно серьезное наказание, а всевозможные преступники, повторяю, его связи с преступным миром не выявлены, «на удивление легкими приговорами». Отмазка? Доказательств нет, но что иное может прийти в голову? «Одно очевидно. Он не настолько наюин, как его любимый Донахью. Никаких счетов в местных банках, ни под какими именами. По крайней мере, насколько нам известно. Но время от времени мы проверяем его корреспонденцию, не вскрывая, конечно». «Мы такая же мерзкая организация, как и КГБ». Дан проигнорировал замечание. «Иногда он получает письма из Цюриха, хотя сам никогда туда не пишет». «Соблюдает конспирацию». «Действует через посредников». «С их помощью делает вклады на номерной счет». «А что еще может быть?» «Но тут бесполезно что-то выяснять. Швейцарские банки раскрывают свои секреты только в тех случаях, когда их вкладчик признан преступником по суду». «Что выяснилось относительно книги Айвенга и записной книжки с шифровками, которые я нашел в его сейфе?» «Судя по всему, это телефонные номера различных лиц штата, а также Техаса. Кое-какие записи похожи на метеорологические сводки. В этом году заметился определенный прогресс. По крайней мере, в Вашингтоне. В Калифорнии нет дешифровщиков, специализирующихся на русских шифрах». «Русских?» «Вне всякого сомнения». «Вариант хорошо известного, насколько я понял, русского шифра. Записи, возможно, что-то значат, а может быть и нет. Не исключено, что красные здесь действительно замешаны, чем и объясняется интерес проявляемой ЦРУ. Думаю, хотя не могу ничего категорически утверждать, что основная масса вашингтонских дешифровщиков так или иначе находится на содержании УЦИК». «А секретарша Левинтера русская? Точнее, русская по происхождению. Вероятно, она выполняет роль шифровальщика? Если бы дело касалось других стран, а не России, выяснить ответ на этот вопрос можно было бы буквально за 10 минут, но в данном случае я бессилен». Он помолчал. «Кстати, у Донахью русские автоматы». «Ах да, автоматы Калашникова. Разрешения на ввоз абсолютно никаких. Если так можно выразиться, официально в нашей стране таких автоматов нет. У Пентагона они, конечно, имеются, но вот все, естественно, молчат. Думаю, у британцев они тоже есть. Насколько мне известно, в Северной Ирландии им удалось захватить несколько складов оружия, принадлежащего Ира. А Донахью, помните, ирландец во втором поколении? Господи, у меня от всего этого голова раскалывается». В доказательство, Дон демонстративно стал массировать лицо руками, затем поднял голову. «Кстати, что мог искать Донахью в вашем доме?» «Я догадался». Судя по всему, сама мысль об этом не доставила Райдеру никакого удовольствия. «Дважды два, чтобы сделать, как мне кажется, правильный вывод. Он заявился к нам. Не потому, что мы с Джеффом были невежливы по отношению к нему, и даже нанесли определенный урон его собственности, ведь он потерял свой фургон, предназначенный для слежки». Нет, в этом он никогда бы не признался, и, конечно, не потому, что нам удалось раздобыть в Сан-Руфино какие-то вещественные доказательства. Нет, он и понятия не имел о том, что я нашел. У него даже не было времени съездить в Сан-Руфино. Это лишний раз доказывает, что он не успел съездить и к Левинтуру. Да и вряд ли он осмелился бы сделать такой шаг. Скажи он Левинтуру, зачем ему нужен ордер, тот посчитал бы самого Донахью угрозой и не только не подписал бы ордер, но наверняка просто разделался с ним. Дан явно ничего не понимал. «Я же сказал вам, у меня болит голова», жалобным голосом произнес он. «Думаю, если тщательнее обыскать дом Донахью или его кабинет на работе, мы найдем целую пачку ордеров, уже подписанных Левинтером. Донахью оставалось только одно — заполнять». Я говорил ему, что у меня есть на него досье. Он приходил именно за ним. Факт настолько очевидный, что вначале мне это даже и в голову не пришлось. И я не раз говорил ему, что он туп и может действовать только от себя лично. Так и есть. Тем более, что происшедшее касается его особы. Уверен, так и было. Им обоим понадобится прикрытие. Не думаю. Они же не знают, что у нас в руках имеются доказательства. Донахью, каким бы проходимцем ни был, автоматически придет к выводу, что только вы не знаете, что вы не знаете деньги и оружие. Естественно, данный факт афишировать он не станет. То же самое можно сказать и в отношении Левинтера. Конечно, сперва при мысли о похищенной записной шифровальной книжке и снятых отпечатках пальцев ему придется немало поволноваться. Но затем он узнает, если уже не узнал, что его фотография, где он снят в весьма пикантной ситуации со своей секретаршей, вглоб опубликовано не будет, Левинтер тихо наведет справки и поймет, что сфотографировавшие его люди никакого отношения к этому журналу не имеют и в заключении, что имеет дело с шантажистами, мечтающими помешать его назначению руководителем Верховного Суда Штата. Вы же сами говорили, что у него влиятельные друзья. Следовательно, не может не быть влиятельных и сильных врагов. Какой бы ни была причина, шантажистов он не боится, поскольку русские шифры им неизвестны. Правда, у него взяли отпечатки пальцев, но полицейские в масках не ходят и отпечатки в постели не снимают. Сперва они вас просто арестовывают, а о шантажистах позаботиться он может. Он безжалостен по отношению к их племени, а Левинтер и есть закон. Ты мог бы сказать обо всем мне раньше, с укором произнес Джефф. — Мне казалось, что тебе и так все ясно. — Вы все рассчитали заранее, до того, как отправились к ним? — в удивление спросил Дан. Райдер кивнул. — Вы намного умнее и хитрее любого полицейского, даже работника ФБР. — Есть какие-нибудь предложения? — Установить прослушивание телефона Левинтера. — Законом. Члены Конгресса в наши дни настроены против прослушивания. Видимо, сами опасаются, как бы их не стали прослушивать. Установить прослушивание можно за час или два. — Вы понимаете, конечно, что это будет второй жучок на его линии. — Второй? — А как вы думаете, почему шериф Хартман мертв? — Наверное, потому что слишком много болтал. Новый человек еще глубоко не увяз. По-видимому, решил выйти из дела, пока не поздно. — Но это, конечно, тоже. — Почему убить? — Дело в том, что Моро прослушивал разговоры Левинтера, а я ночью звонил из его дома на телефонную станцию с просьбой дать мне адрес Хартмана. Кто-то подслушал наш разговор и добрался до Хартмана раньше. Кстати, бесполезно искать пулю, выпущенную в него. Он был убит разрывной пулей, от которой ничего не осталось. — Вы сказали кто-то. — Возможно, то был Донахью. Он уже приходил в сознание, когда мы ушли из его дома. Нельзя исключить, что это дело рук кого-нибудь из подручных. Не только Раменов пашет на него. — С какого телефона вы звонили? — Из дома Левинтера. Чтобы получить нужную мне информацию, я вынужден был так сделать. — Значит, Донахью известно, что вы были у Левинтера. Выходит, и тот знает. Не обязательно. Зачем Донахью говорить им? Если он это сделает, то должен признаться судье и в том, что прослушивал его. Точно так же, если Донахью или еще кто-то другой подслушал мой разговор с Аароном и с Экземеном, он не сможет сказать об этом Левинтеру. Правда, я очень сомневаюсь, что мой второй разговор по телефону прослушался. Наш любитель подслушивать, услышав имя Хартмана и упоминание его адреса, сламя о голову должен был броситься к нему домой. Дон посмотрел на сержанта с любопытством, можно даже сказать с некоторым уважением. Короче, вы учли абсолютно все. Хотелось бы так думать. Раздался телефонный звонок. Дон молча выслушал сообщение, сжал губы, с лица его еще на сержанта. Сержанта несколько раз он кивал головой, потом сказал, я так и сделаю, и положил трубку. Ничего не говоря, он посмотрел на Райдера. Совершенно бесстрастным голосом, никак не выдав охватившее его волнение, Райдер спросил. Выходит, я не все предусмотрел. Они схватили Пегги? Да. Стул, на котором сидел Джефф, упал на пол, побледневший в лице некровинки с сожжатыми кулаками, юноша бросил с твой с твой сидел Дан Пегги. Что с ней случилось? Они схватили ее. Взяли в качестве заложницы. Заложницы! Вы же вчера вечером нам обещали будь проклята чертова ФБР! Два работника этого проклятого, как вы говорите, ФБР спокойно произнес Дан находится сейчас в больнице. Один в критическом состоянии. Пегги, по крайней мере, не пострадала. Сядь, Джефф. Все так же бесстрастно приказал Рай на Дана. Меня уверяли, что беспокоиться не о чем. Да, да, но что поделаешь? Вы сможете узнать перстень с аметистом, который она носила на мизинце левой руки? Дан помрачнел. Особенно, если придется, как они утверждают, отрезать его вместе с пальцем. Господи, отец, хриплым голосом произнес Джер, ну что ты здесь сидишь? Это же, это же не по-людски. Речь идет о Пегги, о нашей Пегги. Мы не можем больше оставаться здесь, пошли, времени терять нельзя. Тише, Джефф, тише. И куда мы направимся? В Сан-Диего. Но ты никогда не станешь хорошим полицейским, холодным, недовольным тоном произнес Райдер, если не будешь думать, как полицейский. Пегги, Сан-Диего, это же только часть огромной паутины. Надо найти самого паука, сердцевину этой паутины, найти и убить его. А искать надо не в Сан-Диего. А я пойду сам, ты меня не остановишь. Если тебе нравится, просто сидеть и заткнись. ряхнул Данн. Послушай, Джефф, нам известно, что она твоя сестра. Твоя единственная и любимая сестра. Но Сан-Диего не деревня, а второй по величине город штата. Там сотни полицейских, десятки опытных детективов, ФБР. Там есть все необходимые специалисты. А ты таковым не являешься. Ты даже города не знаешь. Сейчас, наверное, ее ищут. Что ты можешь такого сделать? Данн пытался уговорить молодого человека, взывая к его разуму. Твой отец прав. Лучше убить паука в его логове. Да, наверное, так лучше. Джефф опустился на стул, руки у него дрожали, волнение за судьбу сестры еще не покинуло его. Да, наверное, так лучше, повторил он. Но почему именно ты, отец? Почему? Ведь, схватив Пегги, они нацелились на тебя. Потому что они боятся его, ответил Дон, потому что им хорошо известна его репутация, решительность, то, что он никогда не опускает руки. Большинство из них боится его еще и потому, что он никому не подвластен, действует сам по себе, по своему собственному усмотрению. Левинтер Дон Хью Хартман три винтика из одной машины, а если учитывать Раменова, то четыре, и он до них добрался за считанные часы. Человек, действующий по указанию, в рамках закона, добраться не до одного из них. Да, но как им удалось? Человек задним умом крепок, заметил Райдер. Я говорил, что Дон Хью никогда не осмелится сказать судье, что мы с тобой были у него в доме, но он, по всей видимости, сообщил это тому, кто приказал ему установить прослушивание. Теперь уже поздно говорить, но мне следовало догадаться, что Дон Хью самостоятельно не решится поставить жучок. И кто же этот неизвестный? Скорее всего, просто гон. Связующее звено. Человек-посредник между Дон Хью и Морро. А я еще называл Дон Хью тупицей. Как такое могло со мною произойти? Он закурил галуаз и уставился на голубоватый дым. Старый сержант Райдер. От тебе на! Оказалось, все предусмотрел. Глава шестая Золотистое утро, спокойное, чистое, без единого облачка, поражающее своей красотой, не резко в часы, когда уже раскаленные лучи солнца пронзают синего неба. Наступило именно такое утро. От вида открывающегося с горных вершин Сьерры на затянутую туманом долину Сан-Хоакина, на залитой солнцем пики и затененные побережья захватывало дух. Столь величественна была эта панорама, что могла привести в восхищение и согреть сердце любого, за исключением, пожалуй, лишь очень больного человека до близоруких и безнадежных мизантропов, преступников, которые за мрачными стенами Адуархейма удерживали в заключении своих заложников. Тут, однако, следует добавить, что им вид с западной стены замка, высоко возвышающийся над внутренним двором, портила, если не эстетически, то, по крайней мере, психологически, трехрядная колючая проволока, по которой был пропущен ток в 2000 вольт. Несмотря на столь прекрасное начало дня, Сьюзен Райдер не чувствовала никакого душевного подъема, была бледной и усталой, под глазами появилась и не от использования косметики. Ночью она спала не более четверти часа и проснулась с глубоким убеждением, что произошло нечто более страшное, чем даже их заточение в столь ужасном месте. Тяжесть на сердце была скорее физической, нежели душевной. Да, угрюмо думала она, сейчас я, конечно, не похожа на ту жизнерадостную и улыбающуюся женщину, которая всегда оказывалась в центре внимания, где бы не появлялась. Я бы все отдала на свете, лишь бы почувствовать плечо своего любимого мужа, пить себя, как у Христа за пазухой. И тут Сьюзен невольно вздрогнула, чья-то рука коснулась ее плеча. Это была рука Джулии Джонсон, покрасневшие глаза, которые были полны печали, будто она всю ночь не отрывалась от бара, предусмотрительно установленного мор в каждом номере. Сьюзен обняла за худые плечи свою подругу по несчастью и прижала к себе. Никто не сказал ни слова. Казалось, говорить было не о чем. Только они вдвоем оставались в своем заточении. Все остальные пятеро узников бесцельно были в замке, избегая разговоров друг с другом. Видимо, каждому из них хотелось оказаться наедине со своими горькими мыслями. Именно сейчас они начали осознавать всю сложность ситуации, в которой оказались. Впрочем, одних этих зловещих массивных стен было вполне достаточно, чтобы погрузить в мрачное настроение самых легкомысленных и общительных людей. Удар гонга, раздавшийся со стороны огромного зала, вызвал у всех чуть ли не чувство облегчения. Сьюзен и Джули осторожно спустились в перил не было и присоединились к остальным несчастным, которые уже сидели за длинными столами. Подали завтрак, состоявший в основном из первоклассного мясного блюда, которое могло сделать честь любой гостинице. Но за исключением доктора Хелли и доктора Брэмуэлла, с аппетитом поглощавших еду, поскольку уже, по-видимому, привыкли к тюремному заключению, никто к ней не прикоснулся. Все потихоньку пили кофе и гоняли по столу кусочки хлеба. В зале царила атмосфера тайной вечери. Наспели они завершить трапезу, как в зал вошли Морро и Дюбуа. С улыбкой и небывалой учтивостью они поздоровались со всеми присутствующими, пожелали им хорошего утра и выразили надежду, что их узники хорошо отдохнули ночью. Когда с любезностями было покончено, Морро в удивлении поднял брови. Насколько я вижу, двое из наших новых гостей, доктор Барн и доктор Шмидт, отсутствуют. Ахмед, сказал он, обращаясь к одному из своих помощников в белых одеждах, спросил у них, не близнесты и не присоединяться ли к нашему обществу. Прошло пять минут и в зале появились ученые, оба в помятой одежде, будто они в ней спали, что, собственно говоря, соответствовало истине. Не бритые, а соловелые, в чем Морро мог винить только самого себя, ибо это по его указу в их номерах выпивки было в избытке. Возможно, ему просто не была известна та уважительная репутация, которой пользовались в Сан-Диего и в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса эти двое, где они были найденными мастерами в области ваксического застолья. После весьма продолжительного молчания Морро сказал еще одна мелочь. Я бы попросил вас всех поставить свои подписи. Абрахам, будь любезен. Дюбуа, понимающий, кивнул головой, взял целую пачку бумаг и обошел стол, положив перед каждым из десяти заложников отпечатанное письмо, конверт и ручку. подлец, что это все значит? Слова, безусловно, принадлежали профессору Барна, ставшему еще грубее, чем обычно. Здесь же копия письма, которые я только вчера вечером написал своей жене. Слово в слово, уверяю вас, вам остается только расписаться. провалиться мне на месте, если я это сделаю. Лично меня ваша реплика не трогает, отозвался Моро. Я попросил вас подписаться под письмами только для того, чтобы ваши близкие знали, вы здоровы и находитесь в безопасности. Подписывать письма будете по очереди. Ручку сразу же отдаете Абрахаму. Благодарю вас. Миссис Райдер, то с ума сошли. Сошла с ума, мистер Моро, переспросила она с натянутой улыбкой, почему вы так решили? А вот почему. Он положил перед нею конверт адресом вверх. Это вы написали? Да, конечно, мой почерк. Благодарю вас. Он перевернул конверт, и она увидела, что он разрезан с трех сторон. У нее во рту сразу же пересохло. Моро открыл конверт, разгладил его и показал на маленькое сероватое текст. Чем бы он ни был написан. Конечно, какой бы предусмотрительной ни была жена полицейского, она не станет носить с собой симпатические чернила. Вот небольшое пятнышко оставлено уксусной кислотой, которая входит в состав аспирина и в некоторые виды лака для ногтей. Вы, насколько я заметил, пользуетесь бесцветным лаком. Ваш муж очень опытный детектив, я бы сказал, что он очень умница. Наверняка и жена у него достаточно умна. Как только он получит письмо, естественно, сразу же отнесет его в полицейскую лабораторию. Насколько я понимаю, вы воспользовались стенографией. И что же вы написали, миссис Райдер? Адлер Хайм угрюм произнесла она. Я смотрю, вы самая настоящая шутница, миссис Райдер. Умно, очень даже умно и в то же время глупо. Она уставилась в поверхность миссис Что же вы собираетесь сделать со мной? Делать с вами? Посадить вас на четырнадцать дней на хлеб и воду? Думаю, делать это бессмысленно. Я не воюю с женщинами. Мне вполне достаточно видеть ваше разочарование. Он огляделся по сторонам. Профессор Барнетт, доктор Шмидт, доктор Хелли, доктор Брэмуэлл, буду рад, если вы составите мне компанию. Моро прошел в большую комнату, расположенную рядом с его кабинетом. Она отличалась тем, что в ней отсутствовали окна. Вплотную стояли сейфы с документами. На оставшейся свободной стене в золотых рамах висели картины эпохи барокко, отталкивающего содержание, по всей видимости, некогда бывшей ядром знаменитой художественной коллекции Ван Стрехера. Тут же висело зеркало в золоченой раме. В центре комнаты стоял большой стол, вокруг него спал дюжины стульев. На столе лежала стопка больших листов бумаги, на самом верхнем из которых был какой-то чертеж. Рядом со столом сервировочный столик с разнообразными винами и закусками. Ну, так вот, господа, сказал Моро, я буду рад, если вы окажете мне одну любезность. Уверяю вас, это никоим образом не затронет вашу честь. Будьте любезны, посмотрите сюда и скажите, что вы об этом думаете, сказал он и показал на листы бумаги. Черт побери, провалиться мне на месте, если мы хоть что-нибудь станем делать, заявил Барна. Он уже говорил нормальным тоном, но, тем не менее, весьма вызывающе. Конечно, я заявляю имени. Моро улыбнулся. Ну, конечно, конечно. Ну, и что вы будете делать? Применять силу, пытать нас? Не валяйте дроби. Я уверяю вас, вы обязательно просмотрите все эти бумаги по двум причинам. Во-первых, из-за вполне естественного любопытства, характерного для ученых. А во-вторых, господа, вы, наверное, захотите узнать, почему здесь находитесь. Он вышел, прикрыв за собой дверь. Звука закрываемого замка не последовало, что само надеживало, хотя запор мог быть бесшумным, гидравлическим. Моро прошел в свой кабинет, освещенный только двумя красными лампами. Дюбуа, как перед экраном, сидел около полупрозрачной стены комнаты, за которой находились четверо ученых. Благодаря системе вакуумной звукоизоляции и скрытым микрофоном, подключенным к громкоговорителю над головой Дюбуа и стоявшему рядом с ним магнитофону, из кабинета можно было безопасно подслушивать все, о чем говорилось в соседней комнате. «Только не вздумай записывать», сказал «Они только и делают, что перемывают нам кости». «Понимаю, понимаю». «Можешь быть уверен, свое дело я знаю». «В конце концов, потом можно будет все отредактировать». И они стали наблюдать за тем, что происходит в соседней комнате. Сперва ученые в неуверенности осматривались по сторонам. Затем Барнетт и Шмидт переглянулись и решительно направились к сервировочному столику. Барнетт, как всегда, выбрал себе Гленфидиш, а Шмидт удовольствовался Гордоновским джинном. Они налили себе по изрядной порции. Тут же почувствовали, что их нервная система начинает приходить в порядок. Хелли, кисло наблюдая за ними, сделал несколько весьма нелестных замечаний в адрес Морро. А ведь он прав, черт побери. Я только бросил взгляд на верхний чертеж и должен заметить, как ни странно он меня заинтересовал. Мне действительно захотелось знать, какого черта мы здесь делаем. Барнетт молча в течение нескольких секунд разглядывал чертеж, о котором только что говорил Хелли, и хотя голова его просто раскалывалась, на этот раз он почти все понял. Он на своих собратьев по несчастью, затем с удивлением заметив, что его бокал пуст, вооружился новым, и, глядя сквозь него, сказал, только не подумайте, господа, что я собираюсь налокаться, хотя, пожалуй, все уже произошло. Просто подбадриваю себя, чтобы набраться храбрости и посмотреть, что же это такое. Ну, так что, господа, рискнем? В соседнем кабинете Морро похлопал дюбуа по плечу и вышел из комнаты. Своим круглым, добродушно умильным лицом и голубыми детскими глазами Барро напоминал пастора, а точнее епископа в морской одежде. Он возглавлял ФБР, поэтому его опасались не только собственные агенты, но и преступники, охоту за которыми он считал целью всей своей жизни. Барро старался засадить их за решетку на максимально возможный по закону срок, а если удастся и того больше. Сансун, глава Калифорнийского отделения ФБР, высокий, аскетического вида рассеянный человек, внешне был очень похож на вечного. В нужных случаях он еще играл эту роль, причем настолько убедительно, что большинство калифорнийских заключенных глубоко сожалели, что попались на удочку. И только внешность Кричтона, единственного из присутствующих, огромного, нескладного, с плотно сжатыми губами, орлиным носом и огромными стальными глазами, соответствовала занимаемой им должности заместителя директора ЦЕВ. Ни он, ни Барроу, не слишком-то симпатизировали друг другу, что достаточно хорошо символизировало характер отношений между двумя организациями, которые были. Алик Бенсенс, сбоку от которого сидел профессор Хардвик, обратил свой спокойный, даже бесстрастный взгляд на этих мужчин, а потом перевел его на Данна и двоих райдеров и сказал, обращаясь к Хардвику. Ты только посмотри, Артур, какую нам оказали честь. Целых три высших чина из ФБР и даже один из ЦРУ. Можно сказать, устроили нам настоящий праздник. Ну, их присутствие здесь я еще могу объяснить. Не очень хорошо, конечно, но могу. Затем он перевел взгляд на «Уж не обижайтесь, но, похоже, вам не место в этой почтенной компании. Вы, извините за выражение, самый обыкновенный полицейский, если, конечно, таковые имеются». «Профессор», отозвался Райбер, «обыкновенные полицейские есть, даже слишком обыкновенные, но мы не просто полицейские, а бывшие полицейские». Дэнсон поднял бровя, да он посмотрел на Барроу, тот утвердительно кивнул головой. Сержант Райдер и его сын, патрульный полицейский Райдер, вчерашнего дня ушли в отставку по чрезвычайным личным обстоятельствам. «Что же касается данного дела, то они знают о нем больше любого из присутствующих, и это при всем при том, что дело по существу началось только вчера вечером. Кроме того, и жена сержанта Райдера, и его дочь похищены и удерживаются в качестве заложников этим самым Морро». «Господи Иисусе, Бенсен больше не выглядел бесстрастным». «Ради Бога, простите меня, искренне вам сочувствую. Скорее, нам здесь не место», сказал он, считая его старшим из присутствующих. «Как я понимаю, вы находитесь здесь, чтобы выяснить, является ли Калтех Калифорнийский технологический институт, как представитель различных государственных учреждений и, в особенности, я, как самый представительный из всех его возможных представителей, если так можно выразиться, виновными в том, что ввели публику в заблуждение или, если говорить прямо в лоб, просто обманули ее». Даже Барроу не знал, что сказать. Он, как солидный человек, узнает при встрече другого солидного человека, взглянул на Бенсона, чья репутация была ему хорошо известна. А не мог эти сотрясения почвы вызвать ядерный взрыв? Конечно, мог, но точно сказать нельзя. Сейсмограф не в состоянии определить природу источника землетрясения. как правило, у нас нет сомнений в характере источника. Мы, а также англичане и французы сообщаем о своих ядерных испытаниях. Что же касается других членов так называемого ядерного клуба, то они не склонны делиться подобным. тем не менее, существуют некоторые способы определения источников. Когда китайцы взорвали ядерное устройство мощностью в одну мегатонн, что, как вам наверняка известно, эквивалентно миллиону тонн ТНТ, ядерное облако достигло Соединенных Штатов. Примечание ТНТ Тринитротолуол Это облако было незначительным, прошло на большой высоте и серьезного ущерба не нанесло. Но засечь особого труда. Было это в ноябре 1976 года. Кроме того, следует учитывать, что при землетрясении за главным толчком почти всегда следуют толчки меньшей силы. Есть, правда, одно классическое исключение. Как ни странно, все произошло тоже в ноябре 1976 года. Сейсмологические станции Швеции и Финляндии зарегистрировали толчок силой всего лишь 4 балла по шкале Рихтер у берегов Эстонии. Ученые высказывали различные предположения, в частности, Советский Союз, но толчок является результатом подземного ядерного взрыва в районе Балтики. Вопрос дискутируется до сих пор. Советы, естественно, никакой ясности так и не внесли. Но землетрясения ведь не могут происходить в том районе мира, заметил Баро. Не смею, мистер Баро, советовать вам, как бороться с преступностью, но по части сейсмологии «Так вот, это сейсмически активный район, хотя и незначительный по площади». «Принимает поправку», ответил Баро с самой сердечной улыбкой. «Зарвал ли этот мор небольшое ядерное устройство или нет? Сказать я не могу?» Бенсон посмотрел на Хардвика. «Как ты думаешь, Артур, сможет ли хотя бы один сейсмолог нашего штата дать точный ответ на данный вопрос?» «Нет». «Ну что ж, вот вам и ответ, каким бы неудовлетворительным он ни был. Хотя, конечно, не это вас интересует. хотите знать, насколько точно мы, если мы определили эпицентр толчка, указав на скважину Белый Волк, а не на разлом Гарлок, как утверждает Морро?» «Господа, откровенно признаюсь, я солгал». Как и следовало ожидать, наступила гробовая тишина. «Зачем вы это сделали?» спросил после паузы Кричтон, который был известен своим немногословием. «Потому что при тех обстоятельствах это оказалось самым лучшим выходом. Даже сейчас, возвращаясь в прошлое, я считаю, что...» Дэнсон с сожалением покачал головой. «Жаль, что появился Морро и все испортил». «Но зачем вы это сделали?» Кричтон был также известен своей настырностью. «Постараюсь объяснить. Мистер Сассун, майор Дан и двое присутствующих здесь полицейских, простите, бывших полицейских, поймут, что же касается вас и мистера Барроу, вам будет нелегко. Почему?» «Похоже, решил про себя Олег Барро и «Но человек с удивительно ограниченным запасом слов, но от комментариев решил сдержаться». «Потому что они калифорнийцы, а вы нет». Барро улыбнулся. «Отделившийся штат, так?» «Ну, я всегда знал об этом, что очередная гражданская война, отделившийся верно, но совершенно в ином смысле. Отделившийся, потому что мы единственные штаты в нашем союзе, где каждый разумный житель подсознательно думает о завтрашнем дне. Не в том смысле, «Наступит, господа, а наступит ли вообще?» «Калифорнийцы живут в состоянии страха покорности, а если быть точным, покорности, вызванной страхом, что нас подстерегает большая беда?» «Большая беда? Вы имеете в виду землетрясение?» «Да, причем опустошительное. Этот страх окончательно выкристаллизовался в 1976 году. В третий раз за сегодняшнее утро я упоминаю эту дату. год. Жители нашего штата вынуждены были думать о том, о чем хотели бы забыть. Он взял со стола какую-то бумагу. 4 февраля Гватемала 7,5 баллов по шкале Рихтера погибли десятки тысяч человек. 6 мая Северная Италия 6,5 баллов сотни человек погибли огромные разрушения. Последовавшие чуть позже повторные землетрясения смело с лица земли те немногочисленные здания, которые остались после первого мая. Советская Центральная Азия 7,2 балла количество смертей и степень разрушений неизвестны. Советы предпочитают молчать как обычно. 27 июля Тан Шань 8,2 балла погибло две трети миллиона человек и три четверти миллиона получили увечья. Трагедия произошла в густонаселенном районе, где расположены такие большие города, как Пекин и Тяньцзинь. На следующий месяц самый юг Филиппин 8 баллов. Огромное разрушение, точное количество погибших неизвестно, но исчисляется десятками тысяч человек. они погибли не только в результате землетрясения, но и цунами огромной приливной волны, вызванной им, поскольку его эпицентр находился в море. 9 ноября землетрясение меньшей силы 6,8 балла опустошило северные районы Филиппин. Каких-либо конкретных данных мы не знаем. Вообще ноябрь в том году был особым месяцем. Тогда землетрясения произошли не только на Филиппинах, но и в Иране, и Северной Греции. Кроме того, было зарегистрировано 5 толчков в Китае и 2 в Японии. Тяжело пришлось и Турции. Там погибло 5 тысяч человек. И все эти землетрясения, за исключением тех, что произошли в Греции и Италии, вызваны передвижениями так называемой Тихоокеанской платформы, которая привела к появлению кольца огня вокруг Тихого океана. В отношении имеет Сан-Андресский разлом, район, где происходит трение северо-восточной конечности Тихоокеанской платформы, с западной частью Американской платформы. Фактически, господа, с геологической точки зрения, район, где мы сейчас с вами находимся, на самом деле лежит не на Американской, а на Тихоокеанской платформе. Особого ума не требуется, чтобы понять, в не столь отдаленном будущем мы вообще перестанем быть частью Америки. В один прекрасный день эта платформа унесет западные Америки части Калифорнии в открытый океан, поскольку это место располагается к западу от Сан-Андрессского разлома, причем, обратите внимание, всего лишь в нескольких милях от него. Разлом проходит под Сан-Бернардино, а оттуда рукой подать на восток. Кроме того, к западу от нас примерно на таком же расстоянии находится Ньюпорт-Инглвудский разлом, который является причиной Лонгбичского землетрясения 1933 года. Почти на таком же расстоянии может быть чуть-чуть дальше проходит Сан-Фернандийский разлом, который вызвал, если помните, ужасные события февраля 1971 года. С точки зрения сейсмолога, только идиот может жить в районе Лос-Анджелеса. Утешительная мысль, не правда ли, господа? Бенсон посмотрел по сторонам. Судя по всему, присутствующие так не считали. Неудивительно, что люди стали все чаще задавать себе вопрос, когда же наступит наша очередь? Мы находимся у самой границы кольца и наш черед может наступить в любой момент. С такой мыслью тяжело жить и все боятся, что прошлые землетрясения ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. Насколько нам известно, было только четыре крупных землетрясения и только два из них превысили силу в 8,3 балла по шкале Рихтера. Это землетрясения, произошедшие в долине Оуэнса в 1872 и в Сан-Франциско в 1906 году. Так вот, я повторяю, люди боятся событий не такого рода, они уверены, что их ждут чудовищные землетрясения. Таких в истории зафиксировано только два. И каждая из них силой 8,9 балла, что почти в шесть раз превышает силу землетрясения в Сан-Франциско. Дэнсон покачал головой, теоретически возможно даже землетрясение в 10 баллов по шкале Рихтера, но ученые просто не в состоянии представить себе последствия подобного катаклизиста. Те два чудовищных землетрясения, о которых я только что упомянул, произошли в Эквадоре и Японии. Первое в 1906 году, второе в 1933 году. Не буду описывать их последствия вам, господа из Вашингтона, потому что вы сразу начнете думать о том, как бы на самолете вернуться на восток, и Эквадор, и Япония находятся рядом с Тихоокеанским кольцом огня, так же, как и Калифорния. А может очередь за нами? Вот теперь мысль о самолете начинает правой. Что же может случиться в результате такого землетрясения? Судя по серьезности Тона, я заставил вас задуматься. Предположим, что эпицентр землетрясения в том самом месте, где мы с вами сейчас находимся. Вы утром просыпаетесь, если, конечно, мертвые могут проснуться, и видите, что воды Тихого океана плещутся там, где был Лос-Анджелес, а на его месте находится то, что раньше было заливом Санта-Моника и каналом Сан-Тедро. Горы Сан-Габриэль рухнут и прямо на наши с вами головы. Ну, а если эпицентр будет в море? Как это так в море? Как такое может произойти? Голос Барроу звучал менее жизнерадостно, чем обычно. Разлом же проходит через Калифорнию. Сразу видно, что вы с востока. Он проходит по дну Тихого океана к югу от Сан-Франциско, затем через Золотые ворота, а потом к северу на материк. Чудовищное землетрясение в районе Золотых ворот представляло бы научный интерес. Можно сказать, сразу Сан-Франциско перестанет существовать. Скорее всего, даже весь полуостров, на котором он находится. То же самое ожидает графство Марин, но чудовищные разрушения Чудовищные разрушения, повторил Кричтон, вот именно чудовищные разрушения вызовет огромный столб воды, который ринется из залива Сан-Франциско. Когда я говорю огромный, я это и имею в виду. Землетрясения и у нас есть доказательства, повышение уровня воды вплоть до Аляски на 300-400 футов. Ричмонд, Беркли, Окленд, все пространство от Пало-Альто до Сан-Хосе окажется под водой. Горы Санта-Круз станут островом или что еще хуже, хотя хуже мистер Кричтон трудно представить, будут затоплены две огромные долины рек Сан-Хоакин и Сакраменто, являющиеся сельскохозяйственным центром Калифорнии. Это несмотря на то, что значительная часть долин лежит на высоте над уровнем моря. Бенсон помрачнел. Я как-то раньше не задумывался, но сейчас вдруг понял, что не хотел бы оказаться в это время в столице штата, потому что она прекратит свое существование, как только огромная стена воды, устремится в долину реки Сакраменто. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему мы с коллегами стараемся ограждать людей от информации, наталкивающей на подобные размышления. Теперь, я, кажется, действительно начинаю понимать, в чем дело. Барро посмотрел на данные и какие чувства у вас, как у калифорнийца все это вызывает? Самое печальное. Вы согласны с тем, что сказал мистер Бенсон? Согласен ли я? Да, мне кажется, что профессор Бенсон просто читает мои мысли. Должен добавить, продолжал Бенсон, существует еще пара дополнительных фактов. Примерно год назад многие стали увлекаться рассказами о землетрясениях, о чем впоследствии пожалели. Возьмем северную часть Сан-Андриасского разлома. Известно, что в 33-м году там произошло крупное землетрясение, хотя возможности определить его силу в то время не было. Знаменитое землетрясение в Сан-Франциско 1906 произошло в том же самом месте 68 лет спустя. Затем было землетрясение в Дейли-Сити в 1957 году силой всего в 5,3 балла. С точки зрения сейсмолога незначительное землетрясение. И вот уже в течение 71 года на севере не было ни одного землетрясения. Можно сказать в южной части Сан-Андресского разлома последнее крупное землетрясение произошло в 1857 году, то есть 120 лет назад. Геодезические исследования показывают, что каждый год Тихоокеанская платформа на 2 дюйма смещается на северо-восток в сторону американской платформы. Когда в ходе землетрясения происходит отталкивание платформ друг от друга, возникает трещина. Например, в 1906 году трещины достигли от 16 до 18 футов в ширину. Если ежегодно происходит двухдюймовый сдвиг, то за 120 лет могло накопиться столько энергии, которое может вызвать трещины шириной в 20 футов. Очевидно, землетрясение в районе Лос-Анджелеса, причем весьма внушительной силы, уже давно назрело. Относительно центральной части Сан-Андересского разлома никаких данных нет. Одному Богу известно, сколько там могло накопиться энергии. Конечно, эпицентр такого землетрясения может оказаться в любом разломе. Например, в Гарлоке, где столетиями... Бенсон улыбнулся. Но тогда, господа, это будет нечто. Если скрывающееся там чудовище вырвется наружу, то небо может показаться с овчинку. Третье. Начинают будоражить умы людей выступления известных лиц и уважаемых ученых в печати, по радио и телевидению на эту тему. Стоит ли им открыто говорить о том, что нас ожидает? Это вопрос их личных принципов и совести. Я предпочитаю подобного не делать, хотя, возможно, не прав. Доктор Франкен, весьма уважаемый физик, предсказывает, что следующее землетрясение будет гигантских размеров. Он прямо заявляет, что в результате него погибнет от 200 тысяч до миллиона человек. Кроме того, Франкен считает, что эпицентр этого землетрясения будет находиться в долго молчавшей центральной части Сан-Андресского разлома, а мощность толчков окажется такой, что будут разрушены и Лос-Анджелес, и Сан-Франциск. Говоря его словами, они будут просто стерты с лица земли. Неудивительно, что по принятию и снотворного в расчете на душу населения Калифорния занимает первое место в мире. Или возьмем так называемый план спасательных работ в Сан-Франциско в случае чрезвычайных обстоятельств. Известно, что 16 полностью укомплектованных больниц в различных районах вокруг города готовы принять пострадавших в случае необходимости. Один ведущий специалист довольно мрачно заметил, что крупное землетрясение большинство из них сразу же разрушит, а если город будет затоплен, то они окажутся просто бесполезными, никому не нужными. Давайте представить, какое настроение было у жителей Сан-Франциско, когда они это услышали. Некоторые ученые считают, что Лос-Анджелесу и Сан-Франциско осталось всего лишь пять лет жизни. Некоторые ограничивают этот срок двумя годами, а один сейсмолог заявил, что Лос-Анджелесу осталось существовать всего лишь год. Может, он сумасшедший? Или Кассандра? Нет, это единственный человек, которого все готовы слушать. Джемс Уиткомп из Калтеха, лучший предсказатель землетрясения. Делает это с необычайной точностью. Так вот, он утверждает, что землетрясение вскоре обязательно произойдет, хотя эпицентр его вполне возможно будет находиться вне района Сан-Андресского разлома. И вы верите ему? Спросил Барро. Скажем так, я не удивлюсь, если крыша упадет на нас, пока мы здесь сидим, но поверю в это при условии, что у меня будет на это время. Лично я не сомневаюсь, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, от Лос-Анджелеса останутся одни руины. А какова была реакция людей на это предсказание? Многие просто пришли в ужас. Некоторые ученые только пожимали плечами и уходили от ответа. В конце концов, предсказывать землетрясение стали совсем недавно, да и точной наукой это считать нельзя. Уитком подвергли судебному преследованию со стороны официальных лиц Лос-Анджелеса, которые обвинили бы его в том, что своими заявлениями он преднамеренно сбивает цены на недвижимость. Вот такие дела. Бенсон вздохнул. Все это получило на челюстей. А я бы просто назвал это жадностью. Помните фильм «Челюсти»? Все коммерсанты не хотели верить в акулу-убийцу. Или возьмите события, происшедшие лет тринадцать назад в Японии в местечке под названием Мацуширо. Японские ученые пророчили там землетрясение. Указали силу и даже время. Владельцы местных отелей пришли просто в ярость, угрожали бог знает чем, а землетрясение произошло точно по расписанию именно такой силы, как предсказывалось. И что же случилось? Все отели рухнули. Вот вам и коммерческий интерес. Предположим, что доктор Уиткомп предсказал землетрясение в районе Ньюпорт-Инглвудского разлома. Результатом этого скорее всего будет временное закрытие скачек в Голливудском парке. На разлом это практически не влияет, но нельзя же допустить, чтобы десятки тысяч людей оказались зажаты в смертельном капкане. Вот проходит неделя, другая, и потери начинают составлять миллионы. Можете себе представить, как начнут преследовать доктора Уиткомба. А челюстный синдром родной брат Страусинова, когда суют голову в песок, чтобы представить себе, что вас здесь нет и все скоро пройдет, к такой тактике начинают прибегать все больше и больше людей. А страх во многих районах достиг опасного состояния близкого к истерии. Позволю себе рассказать вам еще одну историю. Не из моего жизненного опыта, рассказ предсказания, написанный лет пять тому назад неким Р. Л. Стивенсом. Если мне не изменяет память, рассказ назывался «Запрещенное слово». Короче говоря, смысл его в следующем. В Калифорнии приняли чрезвычайный закон, запрещающий любое упоминание или ссылку на землетрясение в печати или на публике. Наказание за нарушение этого закона пять лет тюрьмы. Все границы штата были блокированы, людям запрещали уезжать из него, одного мужчину не опрещали только за то, что они упомянули слово землетрясение в общественном месте. А штат потерял в результате землетрясений половину своего населения. Меня вот интересует, когда у нас будет принят закон о чрезвычайном положении? Неужели тогда, когда у нас истерия достигнет такого же уровня, как в романе Оруэлла 1984 год? «Ну а в рассказе спросил Барроу что там дальше произошло?» «Ничего особенного». В конце концов героям рассказа удается добраться до Нью-Йорка, который наводнен миллионами калифорнийцев, умудрившихся сбежать на восток. Нашего мужчину и его девушку в конце концов арестовывает комиссия по контролю за населением только за то, что они на публике заговорили о любви. Короче говоря, выхода нет. Так же, как и в нашей ситуации. Что делать? Предупреждать, кричать, заявлять о том, что конец мира вот-вот наступит? Или наоборот ничего этого не делать и не доводить ограничащего с паникой? Лично я считаю это самым главным вопросом. Можно ли эвакуировать три миллиона людей, проживающих сейчас в Лос-Анджелесе, руководствуясь только одним предсказанием? Мы живем в свободном обществе. Какое право имеем опустошать прибрежную Калифорнию, где проживает десять, а может и больше миллионов жителей и в течение неопределенного времени ждать, пока сбудется предсказание? Куда направить? Куда переместить этих людей? Как заставить? Не знают, что и ехать-то некуда. Здесь их дом, работа, их друзья. И нигде больше. Именно здесь они живут, здесь вынуждены будут жить, и именно здесь им рано или поздно придется умирать. А пока они ждут своей смерти, я думаю, они имеют полное право на душевное спокойствие. Представьте себе, что вы римлянин, находитесь в темнице Древнего Рима и понимаете, впереди арена и львы. Вопрос только времени. И есть ли смысл каждую минуту напоминать самому себе об этом? А вот надежда на лучшее, какой бы нереальной она ни была, вечно. Вот мой взгляд на происходящее и мой ответ. Я беззастенчиво лгал и собираюсь продолжать в том же духе. И мы будем яростно отметать любые утверждения, что неправы. Я, господа, не лгу. Я даю надежду. Надеюсь, моя позиция достаточно четкая. Вы ее принимаете? Барроу и Кричтон переглянулись, а затем, повернувшись к Бенсону, дружно закивали голова. Благодарю вас, господа. Что же касается этого маньяка Морро, то здесь я ничем вам помочь не могу. Боюсь, это скорее в сфере вашей деятельности. Он помолчал. Угрожать взрывом атомной бомбы должен заметить, что мне, как и всем остальным гражданам, хотелось бы знать, каковы его цели. «Понятия не имеем», ответил Кричтон. «Даже примерно не знаете, к чему он стремится? Нет. Создать беспорядки, вызвать войну нервов, запомнить, что в панике вы допустите ошибку и предпримите неправильные действия? Вполне возможно», ответил Барро. «Только сейчас у нас нет никакой зацепки?» «Да, конечно, пока он не взорвет бомбу прямо у меня под задницей. Если вам станет известно о месте и времени его предполагаемой, как бы это сказать, демонстрации, могу ли я просить у вас разрешения быть одним из ее зрителей?» «Считайте, что ваша просьба уже удовольствия», ответил Барро. «Мы в любом случае собирались пригласить вас». «Ну, что, господа, есть еще какие-нибудь вопросы?» «Да», раздался голос райдера. «Можно ли получить опубликованные материалы о землетрясениях?» «Желательно самые свежие». Все в недоумении уставились на него. Все за исключением Бенсона. «Безусловно, сержант. Передайте библиотекарю вот эту карточку». «Еще один вопрос, профессор. относительно вашей программы предотвращения землетрясений. Существуют ли способы уменьшить в какой-то степени масштабы разрушений, вызванных землетрясением, которое, как я понимаю, неизбежно грядет? Если бы мы этой проблемой начали заниматься лет пять тому назад, то, возможно, ответ мог быть положительным. К сожалению, мы только-только начинаем. Понадобится три-четыре года, чтобы получить первые результаты. Нутром же я чувствую, что чудовище ударит первым. Но уже там, на пороге, ждет своего часа». Глава седьмая В то же самое утро в половине одиннадцатого Морро вновь вошел в кабинет. Дюбуа сидел за его письменным столом и слушал записи, сделанные на два магнитофона. Увидев входящего Морро, он выключил магнитофон и поднял глаза. «Ну что, дискуссия позади?» спросил Морро. «Закончилось двадцать минут назад. Теперь они обсуждают нечто другое. Вне всякого сомнения, как избавиться от нас?» «Мне это под конец надоело, детский лепет. Они даже связно говорить не могут, не то что думать рационально». Морро подошел к окну для наблюдений и включил динамик, расположенный прямо над окном. все четверо ученых сидели, точнее, развалились за столом. Прямо перед собой они поставили бутылки, чтобы не утруждать себя и не ходить без конца к тележке. Говорил Барнетт, правда, невнятно. Он был красным, как рак, то ли от алкоголя, то ли от гнева, то ли от того, да пошло все это к черту, к ядрине фене, а то и дальше. Нас же четверо, вы только посмотрите на себя, лучшие мозги в стране, по крайней мере, так считается, лучшие ядерщики. Неужели мы не в состоянии, господа? Неужели у нас не хватит ума, чтобы придумать, как обойти, точнее, поломать дьявольские махинации этого чудовища Морро? То, что я предлагаю, да заткнись ты, прервал его Брэмуэлл. Эту речь слышим по четвертому заходу. Он налил себе водки, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Хелли сидел, упершись с локтями в стол и закрыв лицо руками. Шмидт уставился в бесконечность, явно затуманенную джином. Морро выключил динамик и отвернулся. Не знаю, кто из них больше пьян, Барнат или Шмидт. Я сказал бы, что они в общем-то в своем привычном состоянии. А вот что касается Хелли и Брэмуэлла, они не такие пьяные, как остальные, но все же не в своем привычном состоянии. Все семь недель, что находятся у нас, эти двое были довольно умеренны в выпивке. За все эти семь недель никто не получал такого удара по психике. Скорее всего, такого потрясения они вообще никогда не испытывали. Думаешь, знают? Хотя, конечно, излишний вопрос. У них сразу возникли подозрения, которые через 15 минут переросли в уверенность. Остальное время все пытались найти хоть какую-нибудь и не смогли. А ведь им известно, как делать водородную бомбу. Ну, ладно, продолжай обрабатывать записи. Сколько времени у тебя еще это займет? Минут двадцать. А если я тебе помогу? Десять. Тогда минут через пятнадцать мы их повергнем в шок еще раз. это сразу же приведет их в чувство, даже если протрезветь они не успеют. Через пятнадцать минут четверых ученых ввели в кабинет. Морро самолично усадил каждого из них в глубокое мягкое кретое. Сбоку поставил по стакану. В комнате присутствовали также два помощника в белых одеждах, потому что Морро не знал, какой реакции можно ожидать от физиков. Помощники, вооруженные ингрэмами, спрятанными в одеждах, всегда успеют их выхватить и направить на ученых, если те вздумают вскочить со своих мест. «А теперь, пожалуйста, сказал Морро, угощайтесь. Вот Гленн Фидиш для профессора Барнетта, джин для доктора Шмидта, водка для доктора Барамуэла и бурбон для доктора Хэлли. Морро считал, что самое главное уметь лишать людей уверенности в себе. Барнетт и Шмидт вошли в кабинет мрачной от злости, Брэмуэл был задумчив, а Хэлли выглядел как человек, который постепенно начинает догадываться о том, что происходит. Слова Морро вызвали у всех подозрения, граничащие с удивлением. Как и следовало ожидать, первым не вытерпел Барнетт. Как вы, черт побери, узнали, что мы пили? Мы очень наблюдательные и любим угождать нашим гостям. Потом вы все выражаете, и мы решили, что ваши любимые напитки помогут вам развеять ваши мрачные ожидания. Ну, ладно, к делу. Так к каким выводам вы пришли после изучения этих чертежей? А не пошли бы вы к черту? мы все с ним встретимся рано или поздно. Я повторяю свой вопрос, а я повторяю свой ответ. Вам все равно придется ответить мне, это же очевидно. И как вы собираетесь заставить нас говорить, пытать будете? свирепость барна в презрение. Мы не можем ничего сказать вам о том, чего не знаем. Пытать, господи, конечно же, нет. Может, я, точнее, вы мне обязательно понадобитесь позднее. Пытать. Эта мысль как-то не приходила мне в голову. А тебе, Абрахам? Нет, мистер Морро. Дюбуа сделал вид, что задумался. А это мысль. Он подошел к Морро и что-то зашептал ему на ухо. Судя по выражению лица, Морро можно было подумать, что он ... Абрахам, ты же меня знаешь. Я не веду войн с невинными. Мерзкий лицемер. Раздался хриплый голос Барната. Вот зачем вы привезли сюда женщин. Мой другой друг. Очевидно, это какая-то бомба, устало произнес Брэмуал. Возможно, судя по вашему пристрастию к краже, ядерных материалов, схема атомной бомбы. Но мы понятия не имеем, сработает она или нет. В этой стране сотни физиков ядерных, но тех, кто может изготовить, именно изготовить такую бомбу, буквально единицы. И мы не входим в круг избранных. Лично я ни разу не встречался ни с кем из тех, кто в состоянии спроектировать водородную бомбу. Наша работа преследует исключительно мирные цели. Когда нас с Хелли похитили, мы проводили серию лабораторных опытов, занимаясь вопросами получения электричества. Барната и Шмидта, насколько нам известно, захватили на атомной станции Сан-Руфина, но на таких станциях делают. Очень разумно. Чуть ли не одобрил Морро. Вы быстро соображаете, хотя и сидите в кресле. Ну, ладно, хватит. Абрахам, ну-ка, прокрутите все, что мы записали. Сколько времени это займет? Тридцать секунд. Дюбуа стал перематывать пленку, уставившись на счетчик, наконец остановил пленку, нажал на выключатель и сказал, первым идет Хелли. Голос Хелли. Значит, сомнений у нас нет? Голос Шмидта. Абсолютно никаких. Я взгляда понял, что это такое. Голос Брэмуэлла? Схема, материалы, обшивка, взрыватель, все имеется. Ваше окончательное заключение, Барнетт. Последовала пауза, затем раздался глухой, чуть живой голос Барнетта. Вы простите меня, господа, но мне необходимо выпить. Это тетушка Салли. сомнений быть не может. Примерно в три с половиной мегатонны. То есть в четыреста раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Вот мы только когда мы закончили работу над этой бомбой с Уилли Ахеном, упились шампанским. Дюбуа выключил звук. Я абсолютно уверен, заявил Морро, что если возникнет необходимость, профессор Барнетт сможет вспомнить все необходимые детали этой разработки. Так что вы весьма полезный человек. Четыре физика пребывали как в тумане. Они были настолько поражены, что уже никак не реагировали на происходящее. Пожалуйста, сюда, господа, сказал Морро. Он подошел к стене, отделявший кабинет от соседнего помещения, нажал какую-то кнопку, и ученые увидели комнату, в которой только что рассматривали чертежи. Затем он посмотрел на ученых без всякого триумфа, даже без заметного удовлетворения. Казалось, Морро совершенно не интересует их чувства. Выражение ваших лиц говорит само за себя. Это все, что нам необходимо было знать. Ученые молча проглотили пилюлю. Вся чудовищность ситуации, в которой они оказались, чудовища легкость, с которой их обманули, у Мора безусловно были какие-то свои виды на них, демонстрация своего морального превосходства, все это вызвало в них чувство безнадежности и сделало беспомощными. И записи нам в этом оказали помощь. Этого я и ожидал. Увы, люди одаренные, наделенные гениальными умами, не лучше маленьких детей. Абрахам, сколько всего длится запись? Семь с половиной минут, мистер Мора. Ну, ладно. Да, им возможность с вертолетом. А я пока посмотрю, как дела с вертолетом. Скоро вернусь. Вернулся он через десять минут. Трое ученых выглядели удрученными и подавленными, и только Барнат, что, впрочем, не было неожиданностью, с удовольствием вливал в себя очередную порцию Гленфидиша, запасы которого казались неистащимыми. Еще одно небольшое дельце, господа. Я хотел бы записать на магнитофон заявление каждого из вас. Мол, у меня есть все необходимое для производства водородной бомбы мощностью в одну мегатонну, упоминание размеров этой бомбы, ее кодового названия, тетушка Сали, или других идиотских названий, которые вы даете этим игрушкам, что лишний раз доказывает ограниченность вашего воображения. Кроме всего прочего, не следует упоминать о том, что разработчики этой бомбы были профессор Барнетт и его коллега профессор Ахен. Не понимаю, зачем, черт побери, из этого делать секрет, спросил Шмидт, если обо всем остальном вы собираетесь орать на весь мир? Ближайшие пару дней. Вы заманили нас в ловушку, одурачили, унизили, а теперь хотите использовать нас как пешек, произнес, стиснув зубы Барнетт. Но вы слишком много вы хотите от людей, Морро, а мы пока что люди. Морро вздохнул устало открыл дверь и кивнул головой. В кабинет с любопытством оглядываясь по сторонам вошли Сьюзен и Джули. На их лицах было написано недоумение. Дайте мне этот чертов микрофон! Не дожидаясь разрешения Барнетт. Барнетт. Микрофон и уставился на Дюбуа. Вы готовы? Готов. Это профессор Эндрю Барнетт из Сан-Диего. Раздался гневный, полный ярости голос Барнетта, отчетливый и совершенно трезвый, без всякого намека на огромное количество выпитого. Вас никто не пытается одурачить. Записи с образцами моего голоса имеются в отделе безопасности университета. Так вот, я заявляю, что у этого подонка и выродка Морро есть все чертежи необходимой народной бомбы мощностью в одну мегатонну. Поверьте мне, а также поверьте докторам Шмидту Хелли и Брэмуэллу. Доктора Хелли и Брэмуэлл уже семь недель содержатся как узники в этом чертовом месте. Повторяю, ради Бога, поверьте мне, у него есть все необходимое для создания бомбы. И после паузы добавил, и насколько я знаю, одна бомба у него уже есть. Морро кивнул Дюбуа, и тот остановил запись. Последнее предложение, мистер Морро, сказал Дюбуа. Оставь. С улыбкой бросил Морро. Убери только ссылку на образцы голоса. По характеру и красочности речи сразу видно, что это говорит профессор Барнат. Управишься с этим Абрахам? Впрочем, дурацкий вопрос. Пойдемте, дамы. Он вывел женщин из кабинета и закрыл дверь. Может быть, вы нас просветите, что происходит? Спросила Сьюзан. Конечно, конечно, мои дорогие. Наши умники, ученые озадачили меня сегодня утром, правда, они не знали, что это Морро. Я показал им несколько чертежей и доказал, что знаком с секретами производства водородных бомб. Теперь они ставят мир в известность об этом. Потому-то вы и привезли их сюда? В общем-то, да. Хотя у нас есть и другие намерения. Зачем нас приглашали в ту комнату? Это, наверное, ваш кабинет? Я вижу, весьма проницательны и довольно любопытны. А я как раз и хотел удовлетворить ваше любопытство. Джули любопытством не отличается. Джули я по непонятной причине она была близка к истерике. «Выведите меня отсюда!» Сьюзан взяла ее за руку. «Что с тобой? Ты прекрасно знаешь что. Ты понимаешь, почему они привели нас сюда? Просто мужчины заортачились, поэтому мы здесь». «Эта мысль приходила мне в голову», сказала Сьюзан. «Вы что же со своим ужасным громилой стали истязать нас? Или посадили бы в подземный карцер? Ведь насколько мне известно, в каждом подобное или прибегли бы к средневековым пыткам? Например, стали ломать кости мистер Морро? Ужасным громилой Абрахам обиделся бы, услышав такое. «Это очень добрый малый, хотя и гигант. Господи, как это могло прийти вам в голову? Косвенное запугивание, миссис Райдер, эффективнее прямого, всегда лучше, чтобы люди сами поверили, чем заставлять их». «А вам необходимо их заставить?» Морро ничего не ответил. «Стали бы нас пытаться в мыслях не было». «Не верьте ему, не верьте!» Дрожащим голосом воскликнула Джулия. «Это чудовище лужет!» «Не то, что он чудовище, я согласна. Очень возможно, он еще и лжец. Но в данном случае я ему верю», произнесла Сьюзен очень спокойно и о чем-то задумалась. «Вы не понимаете, что говорите?» «В отчаянии воскликнула Джулия». «Думаю, что понимаю. Думаю, больше мы мистеру Морро не нужны». «Ну, как вы можете так говорить?» «Морро для этого вам сперва придется повстречать множество людей и изучить их характеры. Миссис Райдер прекрасно понимает, что любой человек, коснись он вас хоть пальцем, вынужден будет отвечать передо мной. Она также понимает, что причинять вреда вам я не собираюсь и убедит в этом наших неверующих друзей. А те поймут, что я больше не собираюсь прибегать к этой угрозе. Да у меня в этом нет необходимости. Больше вы мне действительно не нужны. Морро Боже, мои слова звучат уж больно угрожающе. Лучше скажем по-другому, никакого вреда вам больше не причинят. Джули бросила на него быстрый взгляд, полный страха и подозрений, затем отвернулась. Поймите, молодая леди, я пытался сделать все, что в моих силах. Я не виню вас за то, что вы не слышали моих слов за завтраком. Мы не воюем с женщинами. Вот что я сказал. Даже у чудовищ есть свои принципы. Он развернулся и удалился. Глядя ему вслед, Сьюзан пробормотала. Это не джули посмотрел на нее. Я не поняла. Что вы сказали? Да ничего особенного, джули, так? Просто мысли вслух. Кажется, заточение начинает действовать мне на нервы. пустая трата времени. Джефф пребывал в мрачном настроении и не скрывал этого. Он почти орал, пытаясь перекричать шум работающих двигателей и вертолета. Ничего, абсолютно ничего. Одна лишь академическая болтовня о землетрясениях. Целый час без толку просидели в кабинете у Сассуна. Всем ничего. Зацепиться абсолютно не за что. Райдер оторвался от кипа бумаг, которые изучал и крикнул «Да, я с тобой согласен. Зато теперь мы знаем, что даже академики скрывают правду, когда это им на руку. Потом мы узнали немало, по крайней мере я, о землетрясениях и о синдроме землетрясения. Что же касается Сассуна, то от него никто ничего особенного не ждал. И какой смысл? Ему же ничего не было известно. Он и узнал все от нас». Старший Райдер вновь обратился к своим бумагам. «Черт побери, они закрывали в заложнице пеги, а ты сидишь, как ни в чем не бывало и читаешь эту чепуху». Даня наклонился вперед. Он уже не был таким энергичным, как несколько часов назад. Бессонная ночь явно давала о себе знать. «Джефф», сказал он, обращаясь к молодому человеку, «окажи мне любезность». «Да? Заткнись». На столе майора Дана лежала кипа бумаг. Он равнодушно взглянул на них, положил рядом дипломат, затем открыл шкафчик и, вынув оттуда бутылку Джек Дэйнелсит, вопросительно посмотрел на Райдера и его сомнение. Райдер ответил улыбкой, а Джефф покачал головой. Он все еще не мог прийти в себя после просьбы Дана. Дан, держа бокал в руке, открыл какую-то дверь в стене, в небольшой клетушке стояла уже застеленная раскладушка. «Я не супермен», сказал он, «и не могу работать день и ночь без сна». «Если что, обращайтесь к Делжу». Делож был одним из его младших помощников. «Телефоны вот здесь. В случае крайней необходимости можете разбудить меня, но причина должна быть существенной». «Землетрясение сойдет?» Дан улыбнулся, сел за свой стол, порылся в бумагах и вытащил толстый конверт. Вскрыв его и просмотрев содержимое, он сказал, «Догадайтесь, что здесь?» «Паспорт Карлтона». «Черт побери, вы чересчур уж проницательны. Впрочем, приятно видеть человека, у которого есть голова на плечах. Он вытащил паспорт, пролистал его и протянул райдеру. И черт бы вас вновь побрал». «Интуиция вторая натура», отозвался райдер. «Что не поделаешь? Он перелистал паспорт, но значительно медленнее, чем дан. Интересно. Ну, интересно. Теперь, похоже, мы знаем, где он был, по крайней мере, 14 месяцев из 15, на которые выпал из нашего поля зрения. Видимо, его обаяла страсть к путешествиям, где он только не побывал за это время, да? Лос-Анджелес, Лондон, Нью-Дели, Сингапур, Манила, Гонконг, вновь Манила, Сингапур, опять Манила, Токио, Лос-Анджелес, райдер, переносил. Тебе не кажется, что он влюбился в таинственный восток, особенно Филиппины? «Вам это о чем-нибудь говорить?» спросил Дан. «В общем, ни о чем. Сегодня мне удалось прикорнуть на совсем немного. Мысли так и расплываются. Короче, надо поспать. Может, когда я проснусь, что-нибудь придет в голову, хотя утверждать не берусь». Он высадил Джеффа около дома. «Будешь спать?» «Да, лягу сразу же». «Первый, кто проснется, звонит другому». «Договорились?» Джефф не встал в дом, но вместо того, чтобы лечь спать, прошел к окну в гостиной и посмотрел на улицу. Из комнаты открывался прекрасный вид на дорожку, ведущую к дому отца. Райдер тоже не стал сразу же ложиться спать. Он позвонил в полицейский участок и спросил сержанта Паркера, с которым его тотчас соединили. «Дэйв, никаких вопросов не задавай. Встречаемся в Дальмино через десять минут». Он подошел к камину, наклонил решетку, достал зеленую пластиковую папку и направился в гараж. Затолкнул папку под заднее сидение, сел за руль и поехал задним ходом по дорожке к шоссе. Увидев появившуюся машину, Джефф сразу же встрепенулся, побежал в свой гараж, завел мотор, подождал, пока отец проедет, и последовал за ним. Райдер, похоже, жутко спешил. Пол дороги до первого перекрестка он гнал под 70 миль в час, несмотря на ограничение скорости 35 милями, но во всем городе не нашлось бы ни одного полицейского, который не знал этой обшарпанной машины и ее владельца, и который был настолько глуп, чтобы осмелился задержать сержанта Райдера, направляющегося по своим делам. Райдер успел проскочить светофор по зеленому свету, а Джефф попал под красный. Он остановился и молча смотрел, как Пежо проезжает следующую серию светофоров. К тому времени, когда Джефф доехал до следующего светофора, там тоже загорелся красный, и пока он проезжал перекресток, Пежо уже исчез из виду. Джефф выругался, подъехал к тротуару и припарковался. Паркер сидел вдоль мину в своей излюбленной кабинке и пил скотч. Перед ним стоял еще один бокал специально для Райдера, который вдруг вспомнил, что ничего не было, но в любом случае виски не помешало. Где сейчас мешок с жиром? Сходу переходя к делу, спросил Райдер, с радостью докладываю, страдает от похмелья, сидит дома с жуткой головной болью. Ничего удивительного. Шутка сказать, получить удар пистолетом 38-го калибра. Может быть, я ударил его чуть сильнее, чем хотел, зато с удовольствием. Он еще минут двадцать будет разваливаться по частям. Слава Богу, меня сейчас там нет. Подожди минутку. Так это ты вырубил Донахью? Как все было? Райдер быстро обо всем ему рассказал, Паркер естественно был в восторге, и подумать только. Десять тысяч баксов, два русских автомата, да еще это досье. Теперь у тебя на нашего экс-шефа полиции материалов хоть отбавляй. Но послушай, Джон, всему есть предел. Смотри, не зарвись. Ты как-никак выступаешь от имени закона. В данном случае предела нет. Райдер коснулся руки Паркера. Дэйв, они захватили Пегги. Когда до Паркера дошел, он от ужаса похолодел. Пегги впервые села к нему на колени, когда ей было всего четыре года, и с тех пор регулярно посиживала там, приводя его в смущение своей шаловливой привычкой класть руку ему на плечо, подбородок на ладонь и смотреть прямо ему в глаза с расстояния всего в шесть дюймов. Прошло четырнадцать лет. Она превратилась в темноволосую очаровательную красавицу, но привычку свою она не оставила. Напротив, прибегала к ней всякий раз, когда хотела спросить что-нибудь у Райдера, наивно полагая, что отец Паркер ничего не сказал. Его глаза говорили за него. Произошло это в Сан-Диего прошлой ночью. Ранили двух сотрудников ФБР, охранявших ее, сказал Райдер. Я иду с тобой. Паркер встал. Нет, ты все еще служитель закона. Если увидишь, что я собираюсь сделать с этим Боровым, то вынужден будешь арестовать меня. Я сделаю вид, что слеп. Пожалуйста, Дэйв, не надо. Возможно, я нарушаю закон, хотя все еще на его стороне. И мне один человек внутри полиции, которому можно довериться. Этот человек ты. Хорошо. Но если с Пеги или со Сьюзом что-нибудь случится, я уйду с работы. Тебя будут радостно приветствовать в рядах безработных. Наконец они ушли. Когда дверь за ними захлопнулась, из соседней кабинки появился худой юноша-мексиканец с длиннющими усами, достающими до подбородка. Он достал десятицентовик и набрал номер. Целую минуту телефон на другом конце был занят, и никто не снимал трубку. Попытку результат был тот же. Он порылся в карманах, подошел к стойке, разменял банкноту на монеты, вернулся и попробовал позвонить по другому номеру. Он дважды пытался дозвониться, и дважды его попытка не завершалась успехом. по его лицу было видно, как растет разочарование. Он все время поглядывал на часы. На третий раз ему повезло, и он торопливо забасил по-испански. В том, как шеф полиции Донахью спал, чувствовалось отсутствие всяких эстетических претензий. Он лежал на кушетке. В свисающей на пол левой руке был зажат бокал бурбона. На его спутанных волосах блестели капельки воды, равномерно стекающие из мешочка, ставящим льдом, который Донахью предусмотрительно положил себе на затылок. Райдера встретил громкий храп, причиной которого могло быть несметное количество бурбона, принятое Донахью. А шишка, несомненно, скрывавшаяся под мешочком со льдом, тут была ни при чем. Райдер дал ему затрещину, и его шеф, не просыпаясь, официальным тоном заявил, что очень сожалеет, но сегодня никого принять не может, и вновь он не может. Бывший полицейский положил принесенную пластиковую папку, вынул у Донахью кольт, и не особо нежно ткнул его дулом. Донахью застонал, встрепенулся, вновь приложил к голове мешочек со льдом и даже умудрился открыть один глаз. Сперва ему показалось, что он смотрит вдаль длинного темного туннеля, когда же до его затуманенного алкоголем ума дошло, что это отнюдь не туннель, а дуло собственного кольта 45-го калибра, он перевел взгляд чуть вверх и увидел расплывающиеся очертания. Тут от потрясения мгновенно во всю ширину открылись оба его глаза, а красно-коричневый цвет лица сменился еще более неприятным, грязно-серым. Садись, приказал Райдер. Но Донахью остался в прежнем положении. Все внутри него сжалось от страха. Он закричал, как в агонии, когда Райдер схватил его за волосы и силой привел в вертикальное положение. От неожиданной боли глазные яблоки Донахи стали похожи на алых рыбок, плавающих в мутной воде. Ну, что, мешок сжигал, знаешь, как проводится перекрестный допрос? Знаю. Сдавлено отозвал стут. Нет, не знаешь. Но я тебе покажу. В учебниках такой допрос не описывается, и, боюсь, у тебя никогда не будет возможности попрактиковаться. По сравнению с ним допрос в суде просто цветочки. на кого ты работаешь, Донахю? Кто тебе платит? Что, черт побери? От резкой боли он закричал и закрыл лицо руками, затем сунул палец в рот, вытащил выбитый зуб и бросил его на пол. Разбитый и кровь струилась по подбородку. Райдер со всего размаха ткнул Донахю в лицо стволом его же пистолета и переложил в левую руку. Да кто же оплачивает твои услуги Донахю? Что за черт? Его слова застряли из-за очередного крика. На сей раз он получил удар по правой щеке. Кровь вовсю струилась из его рта на грязную рубашку. Райдер вновь переложил кольт теперь в правую руку. Да кто тебе платит Донахю? Лев раздался странный булькающий звук. Донахю по-видимому захлебывался кровью. Райдер смотрел на него без малейшего чувства жалости. За что? Опять булькающий звук и еле различимый хрип. За то, что закрываешь глаза на нарушение закона кивок головы. Ненависти на лице Донахю не было никакой, только один лишь неприкрытый страх. За то, что уничтожаешь вещественные доказательства против виновных и фабрикуешь их против невинных. Опять кивок головой. И сколько ты умудрился уже заработать Донахю за все эти годы? О шантаже, конечно, я не говорю. Не знаю. Райдер вновь замахнулся пистолетом. Тысяч двадцать, может, тридцать. Вновь раздался крик. На сей раз нос у него был сломан так же, как у Раменова. Только не думай, что это доставляет мне удовольствие, сказал Райдер, хотя я могу продолжать это часами. Конечно, больше двадцати минут ты вряд ли выдержишь, но мне бы не хотелось превращать твою морду в кровавое дно. Чтобы ты не мог говорить, до этого не дойдет, я просто начну ломать тебе пальцы один за другим. По всему было видно, что Райдер не шутит. На лице у Донахью отразился неописуемый ужас. Так сколько же? Не знаю. Он в страхе пытался закрыть лицо руками. Сотни? Чего? Тысяч? Опять кивок головой. Райдер взял пластиковую папку, вытащил бумаги и показал их Донахью. в общей сложности пятьсот пятьдесят тысяч долларов в семи различных банках под семью различными именами. Правильно? Очередной кивок головой. Райдер убрал бумаги в папку. Не если эта сумма представляла долю Донахью, то сколько же получил Левинтер, хранивший деньги в Цюрихе? А последнее поступление десять тысяч долларов за что? Донахью был настолько перепуган, что даже не догадался спросить, откуда Райдеру стало известно обо всем. За полицейских? Что ты должен был сделать? Перерезать телефонную связь с домом Хергюсона? Вывести из строя его полицейскую рацию и очистить дороги? чтобы на пути грабителей не оказалось патрулей? Донахью кивнул. Чувствовалось, что ему легче кивать, нежели говорить. Господи Иисусе, ну и валип же ты попал в такую компанию. Их имена я все равно узнаю. От кого ты получил эти русские автоматы? Автоматы? Судя по тому, как Донахью нахмурился, его рассудок наконец заработал. Автоматы и деньги. Ты он приложил руку к затылку. Я задал вопрос. От кого ты получил эти автоматы? Не знаю. Защищаясь, Донахью поднял руки, видя как Райдер вновь замахнулся пистолетом. Ты, конечно, можешь изуродовать меня, но я действительно не знаю. Я обнаружил их однажды вечером, когда вернулся домой. Мне позвонили по телефону и приказали оставить их у себя. Райдер поверил ему. А кто говорил? Не знаю. Райдер поверил этому. Ни один умный человек не станет называть свое имя, разговаривая с таким типом, как Донахью. Приказал тебе прослушивать Левинтера? Как? Черт побери! Донахью не договорил, так как захлебнулся кровью от очередного удара. Ему стало тяжело дышать. Наконец, он откашлялся и с трудом переводя дыхание сказал «Да». Имя Морро тебе о чем-нибудь говорит? Морро? Кто такой? Не имеет значения. Если Донахью сразу не отреагировал на имя Морро, значит, он действительно не имел представления о том, кто это такой. Джефф сперва в Редекс на Дэй Стрит сомнительной репутацией заведения, где его отец уже назначал встречу Данну. Ни одного человека, похожего по описанию на них, там не было. Во всяком случае, ему никто ничего не сказал. Оттуда он направился в контору ФБР, надеясь там найти Деллажа. Там Джефф нашел не только Деллажа, но и Дана, который спать еще и не ложился. Так быстро, в чем дело? спросил Данн, в удивлении уставившись на Джеффа. Мой отец здесь? Нет. А что? Когда мы приехали домой, он сказал, что но не сделал этого, а покинул дом через две или три минуты. Я последовал за ним, сам не знаю почему. У меня было такое ощущение, что он собирается с кем то встретиться и что ему угрожает опасность, но благодаря светоформ ему удалось от меня оторваться. «Ты за него не волнуйся», сказал Данн. «Кстати, у меня для вас с отцом есть кое-какие новости. Оба агента ФБР, в которых стреляли, всю ночь находились под воздействием седативных препаратов, и только сейчас один из них пришел в себя. Декон утверждает, что прошлой ночи не в них с партнером, а в попали ей в левое плечо. «Не может быть! Боюсь, что так, мой мальчик».